Внешне школа уже заиграла красками. Панели идут в сочетании с разноцветной плиткой в виде кирпичной кладки. Строители сейчас все силы бросили на уличные работы по монтажу фасада, а также благоустройство территории. Заканчиваются все работы по укладке асфальта, высаживаются деревья, сделали основание под футбольное поле. Резиновые покрытия в этом году делать не будут, оставят на весну. После того, как работы на территории завершатся, все силы бросят на внутренние работы, где уже сейчас возводят внутренние перекрытия, заливают полы и делают разводку по электрике. Мы переживаем, что могут у нас немножко сроки съесть то, что в школу не подано тепло. Связано это с тем, что у нас не так давно был переход от компании Компьюлинк, где-то снабжающий на компанию ИКС. Были проблемы с выдачей технических условий, плюс была корректировка проекта по внешним сетям, по подключению. Сейчас эти вопросы урегулированы. Обещают месяц-полтора подключить. Пока время есть. За этот период строители сделают разводку по сетям. Как только тепло подведут к школе, приступят к косметической отделке. Напомним, что в новом учреждении будут оборудованные классы, лаборатории, актовый зал на 378 мест, столовая на 300 человек, два спортивных зала и зал хореографии.